Доброе утро, мои хорошие! Сегодня четвертый день блогов, и сегодня мое утро началось не очень весело. Мама должна была по золотой короне оставить моему брату денюжку, мани-мани-мани. И получается, что номер она указала неправильно, а когда неправильно указываешь номер, то через application невозможно загрузить эти денюжки. Поэтому сейчас вдвоем уже с мамой пойдем исправлять эту ситуацию. Почему мы идем уже вдвоем? Потому что я боюсь, что опять что-то не то будет, и опять придется туда идти, поэтому лучше уж я тоже буду сопровождать ее. Так, я уже вернулась домой, слава богу, нам очень быстро исправили все это дело, и буквально мы где-то 15 минут там пробыли и пришли. Хотя была большая очередь, но из-за того, что это их ошибка, поэтому они быстренько исправили и проводили нас. Сейчас я буду красить голову, потому что голова у меня ужасно жирная. Вот. У меня есть пару седых волос, но главная цель того, что я хочу покраситься, заключается в том, что когда вы красите корни, получается такой объем, и это выглядит очень красиво. Я как бы крашу свой цвет. Это вот мой натуральный цвет. Но так как у меня волосы очень гладкие, они бывают вот такие вот зализанные. А когда я их крашу, они как будто приподнимаются, и получается такая объемная прическа. Кто когда-то пробовал, тот меня поймет. Разбавила краску. Не всю, конечно же, где-то 30%, потому что мне только корни слегка подкрасить, и то спереди. Надеваем перчаточки. Так. В наше время маски и перчатки это очень ценный товар, как говорится. Я еще заказала себе роллы, поэтому со скоростью света мне надо покрасить волосы, потому что они еще должны остаться у меня на голове. Краска должна остаться на голове. Вот. Я всегда это делаю сама. Вот таким вот образом. Оставляю где-то на 30 минут. Сегодня вечером еще надо мамочку тоже покрасить. Вот в такую красотку я превратилась, и сейчас, я думаю, только бы не сейчас привезли роллы, потому что я их заказала буквально час назад, и по идее они мне уже должны их завести. И я прям вот так вот держу кулачки, что, пожалуйста, опоздайте, ну хоть на немножко, хоть на полчасика. Мне надо, чтобы это на голове осталось у меня полчаса. Вроде немножко так щипет, у меня голова просто не очень привыкшая к краскам, наверное, из-за этого. И будет такой объем. Красота. Пока мы ждем полчаса, соберу-ка я постель. Готово. Ребят, настолько неудобно, когда у тебя окно смотрит на соседнее здание. Это очень неудобно, потому что соседи прям палят твою комнату. Я вот так вот пытаюсь открывать окно и занавешивать занавеску, но все равно она как-то идет в ту сторону, и получается, что на меня смотрят соседи. Повезло мамочке. Мамочки в комнате, как бы окна смотрят прям никуда, на улицу, и соседей там нету. Можно не запариваться по этому поводу, вот это круто. Короче, я тут вовсю делала макияж, и тут мне позвонил доставщик и сказал, что через 3-4 минуты он уже будет у меня, чтобы я спускалась и забирала заказ. Я опережу ваши вопросы, вы спросите, почему мне не доставляют до двери. Дело в том, что наш лифт работает по карточке, и доставщик, к сожалению, не сможет подняться наверх. Но я думаю, ничего страшного в том, что с мокрой головой я спущусь вниз не будет. Тем более, когда мы были маленькие, я помню, что старшие классы девочки приходили в школу с таким мокрым эффектом волос. Я смотрела на них и думала, блин, вот вырасту я тоже. Я тоже буду делать мокрый эффект на волосы, буду носить огромную шпильку, чтобы у меня были джинсы на низкой посадке, и был виден пупок. Это действительно, мне казалось, просто писк моды. Потом я выросла, и мода поменялась, и сейчас хоть я могу себе это всё позволить, мне просто не хочется. В общем, не будем томить, я погнала за роллами, сейчас их вам покажу. Внимание! Вау! Смотрите, какие они одинаковые, какие они красивые. А здесь то, что я никогда не пробовала, это суши-бургер. Будет очень интересно попробовать, я уверена, что вкусно, потому что запечённый в темпуре. В темпуре я очень люблю. А ещё здесь я увидела вот такие останки пирога. Это всё, что осталось от него. Лежу я, значит, и монтирую мукпанг с роллами. Жду пока сохранится. Я решила снимать ещё один мукпанг. Заглянем, что же у меня интересненького есть в холодильнике. Арбузик. Можно арбуз. Ну, просто арбуз будет неинтересным. Можно сделать яичницу. Например, яичницу с помидорками. Ещё рядом пусть будет арбуз. Вот это будет самая тема. Я уже готовлюсь. Очень. Потому что бы сделать классную яичницу. Это сливочное масло. Я люблю, когда масла много. Ловите сразу рецепт. Я так всегда делала в деревне, когда мы жили с бабушкой. Получается очень вкусно. Сильно помидор не навязаем вот такими вот большими кусочками. И просто будем заливать яичами деревенские. Арбузик я уже нарезала. Я думаю, столько будет достаточно. Этот свет мигает. Это от вытяжки свет. В общем, вот так. Здесь я перевернула. Немножко обжариваем и с этой стороны. Сейчас посмотрим, что же можно одеть, когда я снимаю мукпанг. У меня такая привычка, когда я захожу в комнату, я обязательно закрываю дверь. И меня жутко раздражает, когда ко мне заходят в комнату и забывают закрыть дверь. А когда я сплю, я вообще закрываю на ключ. Вам покажется это странно, но мне почему-то так комфортнее. Не знаю почему. А прическу я сделала вот такую. Но почему-то мне кажется, что я выгляжу как дурочка. Как чокнутая. Не знаю, может быть распущу волосы. Потому что как-то не очень мне нравится. Ау. Когда я снимаю с этого ракурса, кажется, что у меня кончики какие-то серые. Мне так нравится, у меня сразу появляется идея сделать амбре и серые кончики. Но мне жалко свой волос. Вот обратите внимание, после покраски волос у меня они какие-то объемные с корней получаются, как в рекламе. Поэтому я стараюсь вот так вот их красить. Получаются волосы мне зализанные прям. Это меня прикалывает. Это круто. Сегодня был супер насыщенный день. Я много чего сделала, но почему-то очень мало всего засняла. Вот. Я надеюсь, что вы не будете ругаться, что этот влог получился просто максимально короткий. Я сейчас ищу себе фильм или сериал, который можно посмотреть. Но в большинстве случаев у меня просто нет терпения досматривать сериал. Максимум я могу посмотреть первую, вторую серию и дальше уже все. Я посмотрела пару видео моих любимых блогеров. Не только мукбанкеров, но и просто разговорные видео. У меня появилось вдохновение. Может быть, снять видео про брекеты, например. Как-то отойти немножко от темы еды и снимать какие-то другие видео тоже. Например, история моих брекетов спустя, например, два года. Прошло уже действительно два года, как я сняла. И мне кажется, многим будет интересно, потому что мифы гуляют, что типа обратно зубы возвращаются в исходное положение. Происходит искривление зубов и так далее. Многие боятся именно ставить брекеты именно по этим причинам. В общем, я бы хотела рассказать все то, что знаю я. Не знаю, вам будет интересно или нет, но я бы с удовольствием просто все это вам бы рассказала. Пишите в комментариях, если вам интересно. А фильм я буду смотреть не одна, вместе с роллами, которые у меня остались после мукбанка. Вот эти вот мне, кстати, не очень, не вау, если честно. А вот эти вот бургер ролл, как он правильно называется, с рыбкой. Это просто произведение искусства. Очень вкусно. Необычный такой, знаете, аромат. Ты вообще и вид. С удовольствием буду кушать. Сто процентов в комментариях девчонки будут писать о том, что почему Айка не оставила роллы маме. Дело в том, что мама вообще просто воротит от запаха роллов. Не то, что их съесть. Она просто не может. Она считает, что это гадость, ребята. Представляете? Вот. Будем смотреть сериальчик или фильм. А еще, девчонки, не убивайте меня, но я все-таки решила заказать этот аромат. Но не совсем этот. Есть такой темно-розовый. Я посмотрела отзывы в ютубе. Вот. Так как он стоит недорого. Что-то в районе 400 рублей. 450 рублей на ваши деньги. Такие вот интересные ароматы. Это, если не ошибаюсь, из серии Марины Вэй. Вот. И еще масочки. Еще листаю. Может, еще что-то закажу. Если вам интересно, когда придет, может, во влоге покажу. Быть может, в инстаграме. Но обязательно покажу вам. Вот. Посмотрите. У корней получился вот такой вот хоть и минимальный объем. Вам, правда, вообще не видно. Но поверьте моему слову, что когда вы красите кончики, волосы здесь становятся жестче. И получается такой минимальный хотя бы объем. На этом все, ребята. Я вынуждена с вами попрощаться и закончить этот влог. Я надеюсь, что он вам понравился. Буду стараться в дальнейшем снимать чуть подлиннее. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok